Привет, друзья! Добро пожаловать на курс композиции основ иллюстрации. Меня зовут Надежда Будылина. На этом курсе я буду вашим инструктором и проводником в необычный мир композиции. Курс композиции основ иллюстрации – это короткий авторский курс из лекций, онлайн-встреч и домашних заданий. Курс не замахиваться на всеобъемлющие знания. Мы будем плавать в небольшой лужице около океана знаний и искусства. Где лучше учиться плавать в маленькой лужице или посреди океана вы поймете совсем скоро. А мы начинаем нашу лекцию с длинной водной части, которая рассказывает о курсе и ходе работы на неделе. Наш короткий курс из 16 лекций посвящен прикладной композиции. Этот курс состоит из четырех блоков. Первый блок курса посвящен ошибкам композиции. Он учит вас тому, каких ошибок надо избегать. Знание об ошибках – это правила, которые изменяются в зависимости от прикладного назначения работы. Второй блок курса посвящен законам композиции. Законы исполняются на любой работе, независимо от ее назначения. Эти законы распространяются и на литературу, так что литературное произведение будет давать вам подсказку. Этот блок знакомит вас с режиссурой, базовым правилами построения истории, которые необходимы для того, чтобы показывать иллюстрации то, что было и то, что будет. В третьем блоке курса вы научитесь использовать геометрические построения и силовые линии. Эти знания помогут вам направлять внимание зрителя и сделают ваша композиция легко читаемой. В четвертом блоке курса вы познакомитесь с различными элементами графики и узнаете, как подготовить работу к печати. Знания всех четырех блоков вы будете применять на практике, иллюстрируя литературное произведение. Поскольку этот курс базовый, то и знакомство с иллюстрацией тоже будет базовым. Вы окажетесь в незнакомой системе рамок и ограничений, и в домашних заданиях у вас будет нагромождение рамок, чтобы вы научились их видеть. И среди этих рамок вам откроется выход в особое измерение – мир художественного образа. Основание нашего курса – это лекции, онлайн-встречи и домашние задания, на которых вы узнаете и осваиваете новый материал. В следующей ступени пирамиды будет обратная связь. Вы получаете отзыв о вашей работе, слушаете, что можно поправить, и выполняете эти поправки. Переделывать работу вы будете немеханически. Вам важно уточнять и отстаивать собственную идею. Слушая ревью, вы учитесь работать заказчиком, автором текста и зрителем. Я, как инструктор, отвечая за теорию и обратную связь, вы, как студенты, шагаете выше. Вами управляют горячие чувства и потребность высказаться. Это то, что выводит вас к зрителю. Дальше давайте посмотрим работа на неделе. В ночь с воскресенья на понедельник вам приходит первая лекция. Эту лекцию желательно посмотреть сразу, чтобы во вторник начать делать первые наброски, а в среду задать вопросы по лекции и домашнему заданию. Также в среду вы получаете ревью, то есть видеоотзыв инструктора. Это будет ревью на ваши домашние задания предыдущей недели. Наш курс сложный, хорошие ответы требуют подготовки и даже хороший вопрос требует подготовки, так что смотрите лекцию сразу и присылайте вопросы к встрече заранее, чтобы я смогла подготовить ответы. В четверг на эти вопросы я отвечаю на встречи. Q&A – это онлайн-встреча для вопросов и ответов. Также на встрече будут примеры теории, пояснения хода работы над домашним заданием, общий мозговой штурм и дополнительные упражнения. На встрече я тоже в свою очередь задаю вам вопросы, которые проверяют, как вы усвоили материал. И я проверяю, насколько хорошо вы понимаете текст литературного произведения. После четверга у вас будет время на отдых и выполнение домашнего задания. Я советую использовать будни для сбора материала и набросков, а выходной для творческого рисования. И обязательно не забудьте об отдыхе, такая творческая работа требует восстановления сил. Давайте посмотрим, что такое референсы, и узнаем, зачем ими меняться. Референсы – это разнообразный иллюстративный и уточняющий материал – фотографии, рисунки, статьи и видео на определенную тему. Если вы работаете в студии, то знайте, что библиотеку референсов для общей работы собирают и главные художники и рядовые участники проекта. До загрузки домашнего задания вам нужно будет обменяться друг с другом ссылками на найденные справочные материалы. Обмен помогает вам знакомиться. Узнайте, какие произведения участники группы выбрали для иллюстрирования и объедините свои поиски интересного материала. Помогите ссылками и картинками запаздывающим участникам, и на следующей неделе они помогут вам. Стена группы – это комната для общения и склад информации. Вы можете делиться на стене всем интересным, что нашли за неделю. Такая командная работа помогает вам взаимодействовать в коллективе художников. Общаться в группе может быть страшновато, если вы интроверт, поэтому мы заранее соблюдаем хорошее правило. Обращайтесь друг к другу по имени, приветствуйте друг друга, будьте вежливы и оставляйте отзывы. Мы будем делать мозговой штурм на встречах, и чтобы вы не зажимались, будьте приятны в общении. Поскольку не у всех есть время общаться, если вы заняты работой, то в свободное время прочитайте комментарии и оставьте значок «Нравится». Это наша быстрая обратная связь. Значок «Нравится» означает, что вы прочитали сообщение. Когда у вас будет свободное время, вы сможете ответить на комментарий. В конце недели посмотрите на стену и старайтесь не оставлять без ответов вопросы, которые обращены именно к вам. Умение общаться в учебной группе поможет вам устанавливать долговременные профессиональные отношения. В школе CGTarian мы все общаемся на «ты», так что меня тоже зовите на «ты» и по имени, то есть надежда. Студентам школы от 16 до 60 и общение на «ты» помогает группе. Теперь давайте посмотрим, сколько часов вам потребуется для работы на курсе и что вы получите в финале. Этот большой торт пояснит, что вы успеете сделать за неделю. Если у вас есть 2 часа в неделю, то этого хватит только на просмотр лекции и встречу. Такой способ учебы подходит или для самых сильных студентов, или для самых занятых студентов. В этом случае вы теряете возможность практиковаться, но частично это будет возмещено упражнениями на встречах. Если вы выделяете 5-6 часов в неделю, то этого хватает на просмотр лекции, встречу и выполнение короткого домашнего задания. В этом случае в течение 4 месяцев вы делаете один проект. Это будет иллюстрация сказки Дональда Бисетта. Для одного проекта вы делаете много коротких и длинных заданий и пройдете этапы создания иллюстрации от сбора материала до финала. Чем меньше у вас времени, тем интенсивнее вам придется работать. 5-6 часов в неделю – это и много, и мало. Много, потому что дедлайны заставляют вас работать, как никогда раньше, а мало, потому что вы смотрите на группу, и у вас появляется здоровый перфекционизм. Еще одной важной частью курса будет обратная связь. Вы учитесь слушать отзывы и выполнять поправки. Я буду смотреть на ваши работы как зритель, а вы будете пытаться достучаться до меня, как до зрителя. Если у вас есть 8 часов в неделю, то вы можете сделать и задания недели, и поправки предыдущей недели. В этом случае вы будете заняты 2 вечера в будни и 1 выходной. 8 часов – это до странности мало, чтобы донести мысль до зрителя. У вас есть понимание, что обратная связь занимает время, и у вас есть определенный фатализм. Вы делаете поправки, даже если вы не уверены, что от этого работа станет лучше. Но оценить смысл поправки вы сможете в конце работы. И, наконец, если у вас есть 10-12 часов в неделю, то вы можете сделать все бонусные задания курса и заметно поднять свой уровень композиции. Бонусные задания – это другие темы, другие проекты, которые все участники могут попробовать делать, помимо основного проекта. Над основным проектом студенты работают в течение 4 месяцев. Вы сделаете и наброски композиции, выбор ракурса, и поиск художественного образа персонажей, поиск тона, цвета и многое другое. И каждый раз я даю очень подробный ход работы над заданием с учетом времени, так что ваша нагрузка распределяется равномерно. Итак, для этого курса вам потребуется от 2 до 12 часов в неделю. В конце курса все работы вы оформите в творческое портфолио иллюстратора. Это будет или один проект, или несколько проектов для тех, у кого будет много времени на бонусные задания. В финале вы получите сертификат о прохождении курса. Это будет маленькая вишенка на торте вашей большой работы. Если вы не сможете сделать тамошнее задание, а сможете только смотреть лекции, то сертификат вы все равно получите. И это будет вишенка и 1 пятая торта. Также на курсе вы можете попробовать получить диплом, если по результатам курса вы сделаете не просто среднеучебное, а исключительно профессиональное портфолио. Наша первая лекция называется «Введение в композицию». Давайте посмотрим план первой лекции. Сначала мы сделаем краткие определения графики и композиции. Это будет короткая вводная часть нашей лекции. Сама лекция делится на 4 части. В первой части мы рассмотрим неоднородность графического листа и его деление на центр-периферию, три плана, на группы и интервалы. Во второй части лекции мы рассмотрим различные виды глубины изображения. С этим понятием мы будем работать на протяжении всего курса. Потом мы посмотрим, какая условность характерна для графики. Третья часть лекции расскажет об элементах перспективы. В условной графике нам нужна не линейная перспектива, а другие способы изображения ближних и дальних предметов. В четвертой части вы узнаете, как условность влияет на передачу светотений и пропорций, а также совсем кратко мы поговорим про детализацию цвета в графике. После четырех частей лекции мы сделаем резюме. План лекции резюме позволит вам хорошо освоить материал и не делать конспекты. Вместо конспектов свои знания вы будете проверять, делая домашнее задание. После резюме четырех частей лекции я расскажу вам о первом домашнем задании. И в самом конце я подскажу, как воспользоваться системой скидок и оказаться в сильной группе. Таков наш план на сегодня. Наш курс называется «Курс композиции основ иллюстрации». Давайте посмотрим, что мы изучаем и найдем для себя краткие определения графики и композиции. Если совсем кратко, то графика – это вид изобразительного искусства, который требует максимальной условности и работы в особой системе ограничений. А композиция – это то, что помогает художнику донести мысль и эмоции кратчайшим путем. Под прикладной композиции мы будем понимать свод законов, правил и приемов, которые помогают передать зрителям легко читаемое произведение. Также композицию мы будем рассматривать как сочинение, то есть конструирование художественного произведения, способного передать зрителю ваши мысли и эмоции. Это означает, что композиция – это не только формальные приемы. Композиция – это еще и процесс сочинения художественного произведения. На первое время таких простых определений будет достаточно. Теперь давайте узнаем, когда возникли первые рисунки и кому они необходимы. Истоки графики лежат в первобытном времени. Скорее всего, самыми первыми изображениями были линии и пятнышки, которые человек рисовал на земле. Сочетание повторяющихся элементов радовало его своим ритмом, и первое значение изображений было декоративным. Человек украшал себя и окружающие предметы повторяющимися узорами. Вероятно, каждая группа людей украшала себя по-своему, и это породило символьное значение изображений, когда одни люди растолковывали другим, что значит простые элементы узора. Также первые люди делали отпечатки предметов. Так появлялись изображения предметов с узнаваемыми силуэтами. Серия отпечатков интересовала человека как дорожкой следов, которая рассказывает, что происходило раньше. Когда изображения различных предметов рисовались рядом, история начинала достраиваться в голове у зрителя. Рисование нескольких предметов и толкование изображений занимало и развлекало и рисующих, и смотрящих. Соединяя символьные изображения и очертания реальных предметов, человек мог растолковать другому важную информацию, оставить предостережение, составить план действия или рассказать о событии. То есть назначением самых первых условных изображений было украшение, развлечение и объяснение. В первую очередь изображения нужны были самому художнику. Именно себя и свой дом он украшал, себя он развлекал, и когда он что-то пояснял рисунком, у него была цель разобраться в этом мире или донести мысль. Первый художник и рисовал сам, и был зрителем, когда кто-то ему рисовал в ответ. И человек очень мало изменился. Все так же человек украшает себя, дом, одежду, предметы быта, он любит развлечения и быстрое и понятное объяснение. Только художник и зритель разделились. Один работает, а другой требует. Современный зритель получает больше удовольствия, потому что он не работает, и у него есть огромный выбор. Но он не знает радости от создания новой игры. Иногда он не может найти своего соплеменника, потому что к нему лично никто не обращается. А современный художник теряется перед масштабом новых требований. И иногда он так загружен, что у него нет больше удовольствия от того, что он может вызвать эмоции у зрителя и убедить зрителя в своей идее. Разделение на художника и зрителя будет заметно и на нашем курсе. Мы учимся управлять вниманием зрителя, передавать идею, будем знакомиться с особенностями восприятия, чтобы работать на зрителя. Дело учебной работы вы будете учитывать требования техзадания. Это обычное ограничение учебного курса. Так что не забывайте, что изначально вы рисуете для себя. Рисуйте красивое, забавное, умное и все новое, что вы узнали о мире. Если вы не потеряете своего первобытного чувства, то рядом с вами остановится зритель, который станет вашим собственным собеседником. И вместе вы станете особым племенем, которое говорит на своем языке. И в конце вводной части давайте посмотрим на связь графики и композиции. Если вы заметили, то картинки лекции – это своеобразный графический язык. Картинками я передаю мысль. И чтобы объяснить мысль, мне не требуется рисовать суперреалистично. Наоборот, графика – это искусство условности, искусство передать максимально много минимальными средствами. Общаться с помощью языка графики одинаково интересно и зрителю, и художнику. Каждый раз художник изобретает правила игры, по которым воспринимается его работа. Люди любят и достаточно сложные игры, если им объясняют правила, и достаточно простые игры, если их вовлекают эмоционально. Игра – это то, что привлекает эмоционально и интеллектуально, а правила игры – это невидимый каркас. Графика – это игра, а композиция – это правила игры. И игра неотделима от правил игры. На нашем курсе графика и композиция будут неразрывно связаны. Сегодня у нас день определений. На базовом курсе мы сделаем самые простые определения. Мы будем рисовать на экране, на белом фоне. Экран заменит нам лист бумаги. Мы будем говорить слово «лист». Например, нарисуйте на одном листе один предмет. Это один контекст. В данном уроке мы рассмотрим понятие «графический лист». Графический лист – это плоская поверхность, имеющая четкие границы. Графический лист воспринимается с одной точки зрения. Этим он отречается от объемных, декоративных или монументальных работ. Графический лист не обязательно сходен по формату с прямоугольником. Важнее то, что он плоский, имеет границы, доступные области зрения, и воспринимается с одной точки. Благодаря границам у графического листа есть необычные свойства, которые заметили и сформулировали художники. Даже если на листе ничего не нарисовано, отдельные части листа воспринимаются по-разному. Границы листа и центральные области воспринимаются по-разному. Нижняя и верхняя части листа воспринимаются по-разному. А как только на работу добавляются первые линии и пятна, они начинают влиять друг на друга ощутимо для восприятия. На этой части лекции мы кратко рассмотрим разделение графического листа на части, центр, периферию, три плана, группы и интервалы. Кратко это значит обзорно, подробно каждое положение мы будем разбирать в течение курса. Давайте посмотрим главное деление внутри графического листа. Во-первых, графический лист делится на центр и периферию. Периферия – это то, что находится на границе около среза. Центр – это оставшаяся большая часть, то, что находится в середине. На курсе мы будем говорить о важности периферии. Предметы, которые находятся на периферии, мы рисуем по-другому, чем те, которые находятся в центре композиции, потому что периферия является входом в композицию. Периферия отступает от края изображения, примерно на равной части с боков, и сверху, и немного больше снизу. В центре мы будем располагать главных персонажей, а всю второстепенность смещать к краю, так, чтобы между лицами главных персонажей не оставалось второстепенных деталей. Подробнее об этом вы узнаете на следующих занятиях. Во вторую очередь, графический лист делится на три плана. Для зрителя нижняя часть изображения – то, что находится близко, под ногами, а верхняя часть – то, что находится далеко, у горизонта. Все три части, три плана мы будем заполнять по-разному. На первом плане мы рисуем предметы, принадлежащие миру, отсюда будет начинаться направление внутрь композиции. На втором плане мы рисуем главных персонажей и главное действие. На третий план мы ставим обобщенные предметы. Там важно рисовать силуэты. У планов нет четкой прямой границы, но есть примерные размеры. Первый план – это 1,6-1,5-я часть работы. Первый план – это 1,6-1,5-я часть работы. Значительной частью он совпадает с периферией и тоже является входом в композицию. Первый план влияет на движение. Подробнее об этом мы поговорим на следующих лекциях. Не пугайтесь, если вы будете слышать одно и то же слово в разных контекстах, но слова претендуют люди, которые заняты конкретной задачей. На данном уроке слово «план» означает нижнюю, среднюю и верхнюю часть графического листа. И мы посмотрим еще одно, третье разделение. Когда на графический лист добавляются предметы, лист начинает разделяться на группы предметов и интервалы. Группы – это скопление предметов. Сначала зритель видит отдельные предметы, которые не входят в группу, или сильно выделяются из группы. Потом зритель видит группу, и только потом отдельные предметы внутри группы. Предметы, которые стоят отдельно на пустом фоне, – это главные предметы. Группа – это скопление второстепенных предметов. А интервалы внимания – это пустое место или однородное место, которое окружает главные предметы. Благодаря пустому пространству вокруг них главные персонажи становятся заметны. И интервалы группы проникают друг в друга, покрывая всю картину своеобразными пазлами. Какой-то пазл будет занят деталями, а какой-то будет свободен. Группы и интервалы каждый раз формируются по-новому, потому что каждый раз от идеи зависит, какие предметы будут главными, что ставит на пустое пространство, а какие будут второстепенными, что надо группировать. Примеры мы будем рассматривать в течение курса. Неоднородность графического листа находится на уровне ощущений. Сначала вы будете изучать невидимые зоны изображения, работая осознанно, а в конце курса вы сможете слушать свои ощущения и делать поправки автоматически. Не надо с первых минут добиваться совершенства, наоборот, хорошо, если вы чувствуете, что у вас есть желание изменить, добавить, переставить. Слушая свои ощущения, вы знакомитесь с тем, что графический лист действительно неоднороден, это не твердая плоскость, а невидимое подводное течение. Чтобы уверенно плавать среди этих течений, вам важно запоминать свои собственные ощущения. Разделение графического листа на центры и периферии, три плана, группы и интервалы мы будем рассматривать постепенно и большей частью практически на основе наших домашних заданий. Теперь вы можете сделать передышку, возвращайтесь, и мы поговорим о глубине композиции. В первой части лекции мы узнали, что графический лист неоднороден и рассмотрели первые деления. Теперь давайте посмотрим, что такое глубина изображения. Слово «глубина» может применяться и к пустому листу, на котором еще ничего не нарисовано, и к картинке, на которой есть изображение. Что же такое глубина? Глубина в нашем контексте – это ощущаемый уход в пространство. Это то, что мы чувствуем на край несознательного. Белый лист ослепляет, и мы чувствуем, что край – это материальная плоскость, белая стенка, которую можно ощупать, а центр – это пространство, в котором можно потеряться. Графический лист необычным образом соединяет в себе одновременно две глубины. Он может ощущаться и плоскостью, и пространством. Хотя графический лист – это плоскость с обозначенными границами, плоским лист воспринимается только на границах. А когда мы отходим от границы, мы теряем связь с реальным миром и начинаем погружаться в пространство. То есть на границе графического листа мы как будто бы входим в воду по плоскому наклонному дну, а дальше дно погружается более резко. Это ощущение плоскости по краям и пространства в глубине учитывается при создании композиции. Мы рассмотрели понятие глубины, относящиеся к пустому листу, на котором еще нет изображений. Слово «глубина» мы берем в кавычках «это нереальная глубина», а то, что находится на уровне ощущений. Когда мы добавляем на графический лист предметы, мы можем управлять глубиной пространства и объемностью. Различные виды изобразительного искусства по-разному решают проблему передачи глубины. Декоративно-прикладное искусство украшает поверхность предмета, не разрушая впечатление поверхности. Это первый уровень глубины. Когда изображение находится на поверхности, можно сказать, что изображение плоское. Второй вид глубины характерен для классической книжной графики, который соседствует рядом с текстом, то есть полосатым прямоугольником на поверхности белого листа. Поэтому иллюстрация в книге не должна становиться прорывом в глубину. Иллюстрация находится ненамного глубже текста, чтобы зритель не чувствовал перепады глубины. В классической книге иллюстрации не суперобъемные, они не утягивают глубокое пространство. Небольшую глубину диктует прикладное назначение иллюстрации. Классическая книжная иллюстрация не должна подоражить. Такая иллюстрация имеет подчиненное значение и не перетягивает внимание, не отвлекает от текста. Уменьшать глубину вы можете для тех работ, в которых важны события, а не иллюзорные ощущения глубины и объема. А современный развлекательный журнал наоборот должен подоражить зрителя. В нем есть перепад жирности шрифта и в самой текстовой части. И в журнале есть большая глубина иллюстраций. Но графика при этом остается условной. Часть предметов журнальной иллюстрации кажется выпуклой и объемной, а другая часть по контрасту рисуется плоской. Для журнала характерна выпуклость главных деталей и плоскость второстепенных. Для журнала характерен резкий уход в глубину, который сочетается с плоским однородным фоном. В журнале мы видим третий вид глубины. И, наконец, есть виды искусства, настигающие иллюзорной глубины. Условно мы назовем это искусство 3D-кинотеатром. В таком визуальном искусстве важна передача и объемности предметов, и уход пространства в глубину. Такое искусство пытается передать реальное восприятие мира и приближается к реалистичной живописи, фото- и видеоискусству. Это четвертый вид глубины. Хотя бывают исключения и переходные формы, мы сделаем разделение на условные четыре вида глубины. Декоративное искусство будет обозначать рисунок на плоскости. Книжная графика будет обозначать неглубокое пространство. Журнальная графика будет означать соединение объемов и плоскостей для создания более глубокого пространства. и 3D кино будет означать иллюзорную передачу объемов всех предметов и большой глубины пространства. Декоративное искусство, книжная графика, журнал и кино мы возьмем в кавычках это условное деление, которое помогает нам общаться. На нашем курсе мы будем изучать графику. В начале лекции мы нашли определение графика это искусство, связанное с условностью. Это подсказывает нам, что графика не требует иллюзорной подачи глубины и объемов. Мы будем делать изображение, которое находится близко к поверхности листа и создает неглубокое пространство. Также мы будем делать набросок журнальной иллюстрации, в которой есть ощущение большой глубины. Если вам интересны иллюзорные передачи глубины, то курс все равно будет вам полезен, потому что, чтобы глубокое пространство стало глубоким, его надо рисовать рядом с предметами, которые находятся на плоскости. Знание о том, как сделать небольшую глубину, помогут в вашей работе с глубоким пространством. Пока мы поговорили о том, что для каждой работы нужна своя глубина, а то, как это делается, вы узнаете на следующих неделях курса. В этой части лекции мы затронули понятие условности, в следующей части лекции мы поговорим о том, как условность выделяет графику среди других видов изобразительных искусств. Теперь вы можете передохнуть, отдохните и возвращайтесь на вторую половину лекции. Вторую половину лекции мы начнем с определения условности. Условность графики означает, что мы рисуем предметы и пространства не такими, какие они есть в жизни. Мы даем только намек на предмет, намек на пространство, а все недостающее зритель домысливает. Мы находим способ показать реальный мир с помощью самых простых средств. Это определение условности говорит об упрощении, бывает условность упрощения. Также условность графики означает намеренное нарушение правдоподобия. Мы вносим необычные изменения в пропорции предметов и в передачу пространства. И необычные изменения мы делаем, чтобы усилить свою идею, усилить воздействие на зрителя. Это определение условности говорит об отходе от реальности. Бывает условность отход от реальности. В первую очередь график интересен значительным упрощением перспективы, светотени, пропорций, деталей и цвета. В графике мы используем ток-элементы, знакомые нам перспективы, что влияет на ощущение пространства. Мы рисуем ток-элементы светотени, что влияет на ощущение объемности. Мы значительно меняем детализацию и цвет. А изменение пропорций выводит нас на новый уровень – условность как отход от реальности. В последних частях лекции мы по очереди посмотрим, как условность влияет на перспективу, передачу светотени и пропорций и добавим немного информации о детализации и цвете. Третья часть лекции мы полностью посвятим передаче пространства с помощью перспективы. Графика – это искусство, использующее условность. И первое, что мешает художнику перейти от реалистичного рисования к условной графике – это линейная перспектива. Мы привыкли к линейной перспективе фотографии. Параллельные линии сходятся в точку схода на линии горизонта. А проблема линейной перспективы для графики будет в том, насколько сильно линейная перспектива способна искажать пропорции самых обычных предметов. Если мы возьмем обычный милый домик, сфотографируем его стоя рядом, а потом обведем фотографию линии, мы увидим, как вместо милого домика появляется авангардная архитектура. Если мы сфотографируем крохотную комнату длиной 2 метра, в которой по стене помещается только окно и шкаф, и сделаем обводку, то мы увидим, как большой шкаф, доминирующий в комнате, превращается в узенький прямоугольник. Если мы сфотографируем маленького персонажа, которому украшает большой, стоящий на отдалении, то при обводке фотографии мы увидим, насколько уменьшится большой персонаж. Ряд фонарей будет говорить о пространстве, но история всегда важнее глубины. То есть линейная перспектива при простой обводке начинает путать зрителя. Мы фотографируем женщину рядом с высоким мужчиной, а после обводки увидим, как уменьшился рост мужчины, если он стоит вдали. И это верно не только для вертикальных фигур, но и для горизонтальных. Если вы соедините макушки и стопы этих персонажей, то они сойдутся в одну точку на линии горизонта, и вы увидите, что на самом деле одна фигура незначительно меньше другой. Но без добавления светотени и дополнительных деталей пространства нам кажется, что дальняя фигура значительно меньше ближней. И это тоже влияет на понимание картинки. Если в графике вы используете привычную линию горизонта и одну точку схода, то зритель начинает путаться. Он не всегда уверен, что рядом вы рисуете двух персонажей близкого роста. Это проблема привычной линейной перспективе при простой обводке фотографий. Поэтому в графике мы используем другие виды перспективы. И один из видов перспективы будет перцептивной перспективой. Перцептивная означает перспектива по восприятию. Если мы знаем, что дом маленький, то его дальнюю стенку мы рисуем ненамного меньше ближней. Если мы знаем, что ближний персонаж маленький, а дальний большой, то так мы и рисуем. Перцептивную перспективу вы можете использовать на проектах, над которыми работаете самостоятельно. Линейная перспектива нужна. Она нужна в группе художников, чтобы вашу работу без труда мог продолжить другой человек. А перцептивная перспектива это индивидуальная работа или установка режиссера, установка старшего художника. Если объяснять перцептивную перспективу просто, то это перспектива, в которой параллельные линии не сходятся на точки схода. Нижняя линия дома направляет на реальную линию горизонта, а верхняя линия стремится ко второй линии горизонта, которая расположена выше. И все, что находится между верхней и нижней линиями, перестает направлять в одну единственную точку схода на линии горизонта. Раздвоенная линия горизонта помогает рисовать вертикали. Нам важно, чтобы дальняя вертикальная линия стены не была значительно меньше ближней. Нам важно, чтобы дальний стоящий персонаж не был значительно меньше ближнего. Также перцептивную перспективу мы используем для рисования горизонтальных предметов. В этом случае параллельные линии тоже перестают сходиться в одну точку схода. И в этот раз мы оставляем одну линию горизонта, но раздваиваем точку схода. И от этого предмет воспринимается уходящим в пространство, но не искаженным. Использование двух линий горизонта и раздвоенной точки схода позволяет художнику-графику говорить не о пространстве, а о важных предметах. Перцептивная перспектива помогает создать неглубокое пространство. Мы создаем неглубокую сцену, в которой будут действовать герои. Для тех же целей можно использовать изометрию, когда дальняя стена рисуется такого же размера, что и ближняя. Художник-график ограничивает глубину сцены различными средствами. Одним из таких способов будет система заслонений. Система заслонений означает, что художник отказывается от перспективы и рисует ближних персонажей практически такого же размера, что и дальних. Ноги ближнего он рисует ниже, а ноги дальнего выше. А слово «заслонение» означает, что ближняя фигура накладывается и заслоняет дальнюю. Кто ниже и заслоняет, тот ближе, а кто выше и кого заслоняет, тот дальше. А размеры ближних и дальних практически не меняются. Сходным способом можно рисовать и горизонтальные заслонения, и вертикальные заслонения. Главное, чтобы дальний предмет незначительно менялся или не менялся или был больше относительно ближнего. Такой прием создает землю, опрокинутая на зрителя, и неглубокую сцену с условной передачей глубины. Заслонение – это отличный способ рисовать неглубокое пространство в классической книжной графике. Заслонение одних предметов другими характерно и для реального мира, но в реальном мире мы часто видим ряд уменьшающихся предметов, а в системе заслонений художник не рисует предметы все меньше и меньше. Наоборот, он чередует маленькие и большие предметы. Художник часто рисует маленькие предметы близко, а большие – далеко. И это позволяет создавать неглубокое пространство. Рисовать неглубокое пространство нужно не только художникам-графикам, но и художникам, которые рисуют реалистично. Так что художник может сознательно ограничить глубину сцена, развернув предметы фронтально, чтобы длинные линии перестали уводить зрителя к горизонту. Вместо ряда уменьшающихся столбиков, часть столбиков может исчезнуть, часть столбиков изменяет наклон. Вместо дома, который сужается, уходя в пространство, художник рисует угловой дом, который расширяется, уходя в глубину. Лишнюю линию, вводящую в глубину, можно обрезать, заслонять. Предмет можно рисовать на своеобразной плоскости неба. И даже глубокое пространство, открытое до горизонта, вы можете приблизить к зрителю, рисуя ближние, маленькие предметы и далекие, крупные. Художнику нужно уметь владеть передачей глубины и в случае, если он рисует условно, и в случае, если он рисует реалистично. Передачу большой глубины надо придерживать до того момента, когда это будет необходимо. Проблема линейной перспективы в том, что она может давать чрезмерную разницу размеров в самых спокойных сценах. И от этого фотография школьников, бегущих домой, при обводке превращается в сцену побега. Также в сложном ракурсе маленькие части тела персонажа становятся супер крупными, а большие – очень маленькими. И при обводке зритель не может узнать очертания человека по силуэту. Нам не всегда нужно показывать большую глубину, потому что глубина эмоционально воздействует на зрителя. И мы не можем спокойную сцену рисовать супер глубокой, потому что рядом с ней самая эмоциональная сцена уже не сможет поразить зрителя. Также рисуя супер глубокое пространство в детской книге, мы невольно делаем будоражащее зрелище, и маленький зритель не может эмоционально присоединиться к герою, который необоснованно сжимается и растягивается. Книжная графика – это прикладное искусство, где ваши иллюстрации имеют подчиненное значение. Поэтому сначала задавайте себе вопрос, нужна ли глубина в этой сцене. Старайтесь придержать глубину, приберегите ее. Когда вам потребуется сделать акцент на необычном герое, действии, расстоянии, тогда вы можете сделать акцент на глубине. Акцент будет хорошо приниматься в самых эмоциональных сценах по контрасту с остальными неглубокими картинками. Каждый раз сверяйтесь с идеей своей работы и найдите баланс между эффектным и точным. Теперь можно передохнуть. В последней части лекции мы посмотрим, как условность влияет на передачу светотени, пропорций, детализации и цвета. В четвертой части этой лекции мы посмотрим, как условность графики диктует отбор элементов светотени, перспективы, детализации и цвета. Чтобы перейти к светотени, нам нужно поговорить о других видах изобразительного искусства, реалистичной живописи и реалистичном рисунке. Реалистичная живопись и реалистичный рисунок стремятся отобразить все богатство перехода света и тени. Художник-реалист изучает физические положения распространения света и особенности восприятия света. Художники копают глубоко, они разбираются в том, что такой свет – источник, отраженный свет, понимают, что в тени есть рассеянный свет атмосферы и рефлекс окружающих предметов. Художники-реалисты разбираются в геометрии и перспективе, они понимают, где в световой трубе застревает предмет, где расположена граница тени на плоскости. И художники-реалисты дают нам убедительную систему, в которой весь видимый спектр света разбивается на две части – света и тени. В тенях они выделяют собственную тень от предмета, падающий тень и рефлекс, а в светах – свет от прямого источника света, рассеянный свет атмосферы, отраженность от предметов, блики, полутени. У живописцев есть своя собственная проблема. В реальности человек имеет очень небольшой участок наилучшего зрения и вынужден перемещать глаза с предмета на предмет. Также человек фокусирует взгляд, переходя с ближних предметов на дальние, и, что еще более важно, когда человек фокусирует взгляд на одном предмете, остальные предметы кажутся ему размытыми. Искусство реалистичного рисования состоит в создании правдоподобного изображения, которое является суммой информации, то, что зритель получает, перемещая глаза с детали на деталь, фокусируясь на ближнем и дальнем и на отдельных предметах. Также художники осознанно перекладывают все богатство света на возможности своей палитры, потому что бумага не светится, как солнце, а самая темная краска не будет черной, как ночь. Художник не копирует тон, как фотоаппарат, так что реалистичная работа требует не только передачи правдоподобных условий освещения, но и отделение важного тростепенного и создание настроения. Реалистичное рисование это строгая, сложная система передачи правдоподобия, но не фотографической точности. Это передача суммы знаний о видимом мире. Из-за века существования искусство живописи повлияло на восприятие зрителя. Зритель подсознательно видит, если работа немного выбивается из реалистичной системы передачи света, и зритель говорит, это неправдоподобно, это нереалистично. Сложность в том, что если следовать системе реалистичного рисования, то надо следовать этой системе до конца. Это поэтапное построение изображения, в котором только в конце появляется необходимая передача света и тени. И эта сложная поэтапная работа не соответствует определению другого вида искусства, искусства графики. В графике нам важно передать мысль и эмоцию точно, но максимально быстро и минимальными средствами. Для графики характерно значительное упрощение всего многообразия светотени. В графике персонаж или символ важнее условия освещения. Упрощение богатства светотени означает, что графика обходится без полотеней, бликов, рефлексов. Также графика без труда сливает цвета и тени предмета в одно общее пятно. И его объем додумывается, но при хорошем силуэте предмет не теряет убедительности. Также в графике мы можем сливать тень падающая с тени собственной. В графике мы можем отделять предмет от фона, но можем и сливать цвета предмета со цветами фона. Или можем сливать тень предмета с тенями фона. Рисуя графику, вы можете отказаться от падающей тени и получить плоскостное изображение. Каждый раз графика – это эксперимент. Мы можем убирать разные градации теней и светов, создавая собственную систему. Если такая игра распространяется на всю работу, если она интересна визуально, то зритель ее принимает. Таким образом, все многообразие светотени в графике сводится к свету и тени, которые в точности не соотносятся с привычной реалистичной системой. В графике один и тот же предмет можно нарисовать и светлым, и темным. Вам не обязательно отказываться от всех градаций светотени, вы можете комбинировать, что убирается, а что остается, делая графику более простой или более сложной. Как вы поняли, графика может обходиться и без цвета, упрощение цветов до черного и белого, до хроматических цветов – это тоже одна из особенностей графики. И еще одной особенностью в графике является заметный шаг между тонами. Даже если графика довольно сильно приближается к реалистичному изображению, то графику можно считать графикой, если вы видите явное разделение между тонами. Для живописи характерны очень тонкие переходы, постепенная растяжка между светлыми и темными. А для графики характерен заметный шаг между тонами предметов, между светом и тенью, заметные шаги или отказ от воздушной перспективы. Как и живопись, графика изучает восприятие зрителя, и она тоже ищет способы показать правду и передать настроение. Но художник график экономит время, говоря кратко, и говорит свои слова быстрее, чем живописец. Такая скорость, такое упрощение светотени рождает свои проблемы. Упрощая светотень, художник упрощает себе работу. Но при этом не всякий художник – это график. Графика остается отдельным сложным искусством. Дело в том, что упрощение светотени оборачивается против художника. Зритель по-разному воспринимает реальный объект и контурная обводка предмета. Когда художник ставит перо на бумагу и рисует линию, то эта линия, еще не замкнувшись, начинает образовывать предмет, который выпячивается из пространства. Все, что находится внутри нарисованного контура, начинает как будто бы распирать этот контур, и зритель ощущает округлость предмета, даже если художник не рисует тень внутри этого предмета. И в этом контурном рисовании есть явная проблема, когда мы начинаем обводить реальные сложные предметы. В реальности мы можем видеть перед собой худощавого человека, и реальный светотень говорит нам о его вдавленных щеках рельефности лица. Но если мы обведем контур головы, то все ее части начнут как будто бы распирать этот контур. У взрослого человека почелюстная линия опущена, и она добавляет округлости к контуру. По сравнению с черепом, выступы носа, подбородка, губ очень небольшие, и они тоже добавляют к контуру шарообразности. И такой пустой контур без светотени создает ощущение раздутости, пока мы не добавим внутренние линии, обозначающие переломы рельефа. Но если человек худощавый и переломов много, нам придется показать целую сетку линий, которые будут засорять нашу графику. Если же добавить разделение светотени, то проблема все равно будет ощущаться до тех пор, пока мы не добавим в эти реалистичные пропорции реалистичную светотень, которая подчеркнет сложный рельеф худого лица. А это уже идет в разрез нашему пониманию графики. Поэтому для графики характерно не только упрощение светотени, но и видоизменение пропорций. Одни детали формы вытягиваются, а другие сжимаются и врезаются в большую форму. В графике нам важно показать не точные пропорции, а идею этого человека. Также в условной графике лицевой треугольник увеличивается, чтобы показать эмоциональную важную часть головы. Лицо сдвигает уши к затылку и уменьшает мозговую часть. Благодаря изменению пропорций графика решает проблему упрощения светотени. Но все-таки поправка контура может остаться скучной. А графика – это игра. Условность – это не только упрощение, но и отказ от обыденного. Поэтому для графики характерно гротескное изменение пропорций, когда часть пропорций необычно меняется. И делая значительные изменения пропорций, мы делаем изменения не ради изменения, а ради передачи идеи – заострение идеи. Изменение пропорций предметов и живых существ всегда соотносится с большой идеей. Идеи бывают разные. Каждый раз вы должны понимать, о чем вы говорите, что уточняете, что именно вам важно передать, чего вы хотите избежать, чтобы вас правильно поняли. Поэтому каждый раз вы изобретаете свой личный новый способ показать предмет. Графика связана с условностью. Бывает условность упрощения. Бывает условность – отход от реальности, отказ от обыденного. Так что в графике пропорции меняются не только, чтобы решить проблему святотения, но и сама природа графики, ее игровое начало, желание сказать новое и точное, требует изменения пропорций. Выразительность графики связана с условностью передачи пространства святотений пропорцией. Также в графике упрощается детализация и цвет. Все вместе эти изменения делаются для создания художественного образа, чтобы в поэтичной форме вы могли рассказать историю и передать чувства. Упрощение и обобщение деталей – это характерная особенность графики. В графике вам не надо рисовать все детали фона и персонажа. В графике мы рисуем только то, что необходимо для конкретной истории. То, что нужно для создания истории, остается, а об остальном зритель не думает или догадывается, додумывает, глядя на свободное пространство. Все маленькие складочки обобщаются или не дорисовываются. Интересно, что в графике можно не дорисовывать, не замыкать контур. Зритель способен додумать недостающие детали по маленькому намеку на деталь. Также в графике есть явное упрощение и изменение цвета. В графике нет такого богатства и насыщенности оттенков, как в живописи, но есть тоже эмоциональное воздействие на зрителя и тоже есть поиск правды о мире. Но цвет в графике может значительно отходить от истинного предметного цвета и может не передавать условия освещения. В цветной графике есть заметные шаги тона, условные однородной плоскости. Графика часто отказывается от передачи воздушной перспективы, что сближает ближние и дальние предметы. Для цветной графики также характерно включение линии, которой нет в реалистичной живописи, и благодаря этому цветная графика держится близко к поверхности листа. Реалистичная передача цвета – это большая сложная система по-своему изумительна, а цветная графика – это соседняя галактика, где зарождаются новые правила игры. Итак, четвертая часть лекции подошла к концу. На этой вводной лекции мы пользовались простыми словами и значительно углубились в проблемы графики. Чтобы сделать пояснение и дать примеры для каждого круга вопросов, потребуется очень много времени. Поэтому считайте, что мы затронули проблемы, на которые будем отвечать в течение четырех месяцев курса. Теперь передохните и возвращайтесь. Мы сделаем резюме лекции, которое обобщит новую информацию. Давайте резюмируем все, что узнали в теоретических частях лекции. Эта вводная лекция посвящена определениям и знакомству с системой ограничений. Для начала мы нашли быстрое определение. Графика – это вид изобразительного искусства, который требует максимальной условности и работы в системе ограничений. А композиция – это то, что помогает художнику донести мысль и эмоцию кратчайшим путем. Композиция – это и правила, и процесс сочинения художественного произведения. После определения мы поговорили об истоках графики и узнали, что раньше художник и зритель не разделялись. И художнику и зрителю хочется получить украшения, развлечения и объяснения. На нашем курсе мы будем работать для зрителя, но не забывайте сами получать удовольствие от работы. В конце вводной части мы связали графику и композицию. Графика – это игра, а композиция – это правила игры. Теория лекции разделена на четыре части. В первой части лекции мы говорили о неоднородности графического листа. Графический лист – это плоская поверхность, имеющая четкие границы. Графический лист воспринимается с одной точки зрения. Глядя на графический лист, зритель по-разному воспринимает его части. Зная об этом, художник делает разделение. Графический лист делится на центры и периферию. В центральной области мы ставим главное, а на периферию убираем все второстепенно. Периферия является входом в композицию. Графический лист мы также разбиваем на три плана. Первый план – это вход в композицию. Там расположены предметы, принадлежащие миру, и линии, ведущие внутрь композиции. На втором плане мы располагаем персонажа, раскрывающих идею. Третий план показывает предметы, расположенные вдали. На него мы смещаем все второстепенное, чтобы между лицами главных персонажей не было ничего лишнего. И еще одно деление разбивает композицию на группы и интервалы. Группы показывают группы второстепенных предметов, а интервалы внимания показывают пустое однородное пространство вокруг главных, отдельно стоящих персонажей или важных предметов. Объяснение этой краткой информации вы получите в ближайшие недели. Вторая часть лекции рассказывает о глубине композиции. Глубина – это ощущаемый ход в пространство. Одни работы надо рисовать, показывая перспективу и соблюдая все градации светотени. В других работах важно оставаться на плоскости листа. Условно мы разделили композиции на четыре уровня. Плоскую декоративную, которая украшает поверхность, книжную неглубокую, которая держится рядом с текстом, более глубокую контрастную журнальную композицию и, наконец, фотореалистичное 3D изображение. Понятие глубины мы используем для передачи и пространства, и объемности. Предмет может ощущаться лежащим на плоскости, из плоскости может выступать более выпуклая форма, еще более выпуклый рельеф, и, наконец, может быть полностью объемное изображение всех деталей. Глубина зависит от прикладного значения. На курсе мы будем рисовать книжную и журнальную графику. После второй части мы сделали еще одно определение. Для графики характерна условность. Условность мы будем понимать и как упрощение, и как отход от реальности. В оставшихся частях лекции мы рассмотрели, как художник графику прощает, используя только элементы перспективы, светотеней и пропорций. В третьей части лекции мы узнали о проблемах линейной перспективы при обводке фотографии. В этом случае дальние предметы и дальние стороны предметов слишком сильно уменьшаются. Поэтому в графике часто используется перспективная перспектива с двойной линией горизонта и с раздвоенными точками схода. Или система заслонений, при которой предметы дальние стоят выше и не отличаются по высоте от ближних. Ближние предметы заслоняют дальние. Нам важно не уводить зрителя глубоко, даже если мы рисуем реалистично. Очень часто нам не нужен уход до горизонта, поэтому каждый раз мы спрашиваем себя, нужна ли глубина в этой сцене. Мы приберегаем акцент на глубине до того момента, когда это будет необходимо. И в четвертой части лекции мы поговорили об элементах светотени и пропорций. Реалистичное искусство требует выполнения сложной последовательности действий, по окончании которой художник приближается к реалистичной передаче условий освещения. Но в то же время художник-живописец не фотограф. Он знает, что глаз рассматривает мир по частям, и художник собирает сумму знаний о мире, он направляет зрителя и создает настроение. А художник-график делает то же самое другими, более быстрыми средствами. Он значительно упрощает светотень. Свет и тень теряют точность связи с реальными условиями освещения и могут меняться местами. Упрощение светотени создает проблему. Очертания предметов начинают как будто распирать контур. И без изменения пропорций нам не удается передать то же, что мы видим в жизни. Поэтому пропорции в графике меняются, лишние детали разглаживаются. Это будет упрощением, которое отчасти решает проблему светотени. Но художник-график идет значительно дальше и использует условность как отход от реальности. Он делает очень необычные изменения пропорций, чтобы сказать о предмете яркими выразительными словами. Также для графики характерно упрощение вида изменения, детализации и цвета. В графике важно говорить необходимое и достаточно. Какие детали нарисованы, те и важны, а все остальное или не важно, или домысливается зрителем. И цвет в графике тоже отказывается от сложной последовательности действий, которая характерна для живописи. В графике заметно пошаговое разделение цветов, плоские поверхности, отказ от воздушной перспективы и включение линий. Это позволяет графике не уводить зрителя глубоко и позволяет рассказывать не об объемах, а о персонажах. Цветная графика рассказывает историю, дарит настроение, но иными средствами, чем реалистичная живопись. Таким образом, видоизменения перспективы, светотени, пропорции, детализации и цвета позволяют художнику создавать концентрированный художественный образ. С помощью системы ограничений художник передает зрителю мысль и эмоции. В конце видео давайте посмотрим, как делать первое домашнее задание. Первое задание будет разогревающим. Вы знакомитесь с курсом. Первое задание не оценивается. В течение трех недель от старта курса к нам будут присоединяться новые студенты группы и легкая первая неделя поможет всем участникам влиться в команду. На этой неделе вы познакомитесь с автором литературного произведения, выберите одну из коротких сказок, название которых вы найдете на учебном сайте. Вы прочитаете английский текст сказки, прочитаете сборник, куда входит выбранная вами сказка, вы нарисуете первый интуитивный набросок, познакомитесь с группой, заведете библиотеку проекта и познакомитесь с учебным процессом на сайте. К домашнему заданию я присылаю папку материалов. Здесь вы видите одну из сказок Дональда Бессета. Чтобы студенты разных потоков не влияли друг на друга, в каждой группе я предлагаю свой выбор сказок. И одна сказка, сказка Га-га-га, будет совпадать для всех групп. Берите эту сказку, если у вас немного времени на курсе. Остальные участники будут самостоятельно собирать референсы, а для этой сказки я пришлю вам готовую библиотеку проекта со всеми нужными фотографиями. Берите эту сказку, если у вас есть всего лишь 5-6 часов в неделю на учебу. Этого вам хватит только на просмотр лекции и встречу и на один вечер в неделю для работы над иллюстрацией. Если у вас напряженная рабочая неделя, большая семья, параллельно учеба, то выбирайте эту сказку. Все, кто присоединяется к курсу позднее старта на 2-3 недели, и все, у кого немного времени на курсе, выбирайте сказку га-га-га. Другие сказки я советую выбирать студентам, которые могут посвятить в самостоятельной работе 2 вечера в неделю и 1 выходной. Если времени и сил у вас достаточно, то у вас будет выбор. Вам может понравиться более веселая или более лиричная сказка, поучительная история или сказка с противостоянием персонажей. Не спешите, выбирайте сказку себе по вкусу. Если у вас будут яркие эмоции, вы сможете передать их зрителю. И не забывайте смотреть, какие сказки выбирают другие студенты группы. Если вы выберете сказку одну на двоих, то вы можете собирать материал, помогая друг другу. На картинке с домашним заданием виден порядок действий, что надо сделать сначала и что делать в конце. А по смыслу домашнее задание на этой неделе вы знакомитесь с сайтом, знакомитесь друг с другом, заглядывайте в готовую библиотеку проекта, знакомитесь с автором и текстом. Это будет организационная часть задания. Вместе с просмотром лекции и встречи она займет у вас 3-4 часа. И также в задании будет короткая визуальная часть. Вы сделаете быстрый интуитивный набросок на 20-30 минут. В первом наброске вы отразите свое первое яркое первобытное чувство столкновения с новым миром. Перечитайте сказку, подумайте, чем она вам понравилась и в рисунке передайте свои мысли и чувства. Чем быстрее вы рисуете, тем лучше. Так вы сможете обобщить персонажей и нарисовать только самое важное. Рисуйте только то, что успеете нарисовать за полчаса. Если вы хотите использовать знания, которые вы услышали на первой лекции, то приберегите их до второго задания, потому что интуиция и анализ это разные области работы. На этой неделе я хочу увидеть, как вы работаете интуитивно. Раскрывайте на наброске не свой опыт, а свои чувства. На следующей неделе мы будем рассматривать ошибки композиции. Ошибки это различные вещи, которые отвлекают от самого важного. И главная ошибка в графике это отсутствие важного. Важное в графике это мысль и эмоция. Поэтому на этой неделе сосредоточьтесь на том, чтобы передать ваши первые мысли и первые эмоции. Так у вас получится избежать главной ошибки композиции. не пугайтесь если у вас не получится за 30 минут сказать много. Композиция это процесс. Мы не сразу можем нарисовать то, что хотим. У нас не сразу получается донести мысль до зрителя и даже не всякий раз получается самим для себя нарисовать то, что мы чувствуем. Поэтому сначала рисуйте для себя. Первый набросок вы делаете для себя, задание первой недели не оценивается. тогда точно так же не доводите работу до законченности. Такого набросочного стиля будет достаточно. Рисуйте одними линиями и постарайтесь не рисовать тени. По крайней мере половину курса мы посвятим работе над линией, так что тень пока не нужна, можете полностью от нее отказаться. Итак, у вас будет организационная часть задания и короткая визуальная часть. Задание до недели приятное, вы читаете, немного рисуете и знакомитесь. С домашним заданием мы закончили. И остается самый последний кусочек, в котором говорится, как оказаться в сильной группе. Со студентами курса мы увидимся на стене группы, а остальным слушателям я даю код скидки, который можно использовать для записи на курс. Наш курс стартует с первого понедельника в декабре, марте, июне и сентябре. Используйте код скидки и записывайтесь заранее. Когда вы запишетесь и пройдете на учебный сайт, учебный сайт сформирует ваш собственный код скидки, которым вы сможете делиться с друзьями и получать приятные бонусы при оплате учебы. Если друзья приходят по коду вашей скидки, такой, как показано здесь, они получают 10% скидки на первый месяц обучения. И одновременно вы получаете скидку, и если с вами учите несколько друзей, у вас будет большая скидка, что тоже очень приятно. Но нам важно собрать небольшую группу, нам важно собрать сильную группу. Поэтому будьте умными студентами и приглашайте на курс творческих друзей. И на этом точно все. До встречи на курсе. Редактор субтитров Корректор А.Егорова